Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. В ноябре лечилась от средней тяжести депрессии. Пила по бледке к декабрю полегчала. Сейчас у меня стало плохо после ссоры с молодым человеком. Мы помирились с пятицарным пятицарным, лучше мне не становиться. Почти не ем, аппетит пропал, сон странный, просыпаюсь, теперь слишком рано, хотя раньше стало достаточно поздно. Сконцентрироваться ни на чем не могу. Постоянно накручиваю плаки, мысли хоть пытаются остановиться и успокоить себя, но не выходят. По ночам постоянно по одному или два часа я плачу, теперь винись оба за тот бред, который стала в ссоре с парнем, но эмоция начала говорить, что бред, частично, слишком эмоционально. Считаю себя плохой из-за этого бреда, стыдно, стыдно, теперь. Что делать я не знаю, но очень плохо морально, постоянно тяжести, что начались из-за стресса, проблемы со здоровьем. Плохо невыносимо, мысли съедают буквы, будто изнутри, куча плохих картин в голове. Смотрите. Во-первых, если у вас была депрессия, как вы говорите, о средней тяжести, то не очень понятно в таком случае, как вы себе представляете ее, ну, факт ее наличия, скажем так. Если у вас была депрессия, да, то она как бы никуда не делась. Потому что помимо таблеток, нужна еще и психотерапия, в этом смысле. А как-то вот о психотерапии, да, особо не говорить ничего, по большому счету. Что, собственно, является здесь самым, на мой взгляд, странным. Потому что проблемы есть, вас это очень сильно беспокоит. Но лечение почему-то вы не возобновляете. Как минимум, это странно. Потому что лечение вам уже один раз помогло. И логично было бы повторить этот момент. Вот. Только, может быть, во-первых, долечиться до конца, как минимум. А во-вторых, ну, заручиться, грубо говоря, помощью психолога, да, и вот с психологом, как бы, поработать и поисследовать этот момент. Вот. То есть, ну, поисследовать то, что вас тревожит, то, что вас беспокоит и так далее. Вот. Вот. Почему... Почему таки, такая мысль, на мой взгляд, простая вам не приходит в голову, для меня остается, честно говоря, загадкой. Вот. Это первое. Второе. Ну, ссоры, конечно, это травма. Вот. Ага. Я имею в виду ссора с, ну, с молодым человеком. Это травма. И то, что вам стало плохо, обострилось как-то вот ваше депрессивное состояние, это нормально. Другой вопрос, опять же, да, из-за чего ссоры, вот, ну, была из-за чего ссора была, во-первых, из-за чего подссоры, что послужило как причиной, и как помирились. Вот. То есть, это не ясно тоже от слова совсем. Вот. Ну, вы описываете, как бы, такое состояние агрессии, ну, подавленное, очевидно. Вот. То есть, вы сами себе вот подавляете агрессию, судя по тому, что я могу видеть, вот, и судя по тому, что я могу замечать, вы подавляете себе агрессию, подавляете себе обиду, обсцениваете себя. Ага. А к молодому человеку, своему, вы, скорее, своим, э, испытываете, э, некую такую привязанность, на мой взгляд. Вот. То есть, ну, есть ощущение, что, есть ощущение, что вы боитесь его потерять. Вот. Как будто бы, есть такое ощущение у меня складывается. Вот. Ну, если вы молодого человека боитесь потерять, то отсюда вот эти все ракетные чувства, вина и так далее. Вот что вы говорите, что эм, что вы эмоцион�이. Эмоционайся, эмоционайся, вот называете себя эмоциональны вы. Я вам верю, что Вы, ну, то что Вы называете себя эмоциональны. Но хотелось бы вот что узнать. Если вы называете себя эмоциональной, то защищу ваши эмоции не за счет того, что вы пытаетесь с ними бороться. Случайно не за счет того у вас такая эмоциональность возникает, потому что вы пытаетесь бороться с своими эмоциями. Потому что очень, на мой взгляд, сильно на то похоже, что вы свои эмоции пытаетесь подавлять, щипяя их всем плохим. Чем-то ненужным, да, чем-то личным, чем-то вообще таким личным, может быть даже. При таком раскладе, я бы сказал, что нет ничего удивительного, что вы взрываете. Или нет ничего удивительного, что вы себя корите. Потому что процесс этот, он достаточно цикличен по своей природе. Вначале человек подавляет эмоции свои, потом они у него прорываются, потому что подавлять, ну, нельзя, невозможно подавлять на постоянной основе свои чувства. А потом, потом, человек начинает себя корить за то, что он вот так себя, грубо говоря, повел. Вот. И, собственно, вы в этой ловушке, на мой взгляд, и оказывается. И вам, собственно говоря, нужно работать именно с эмоциональной сферой. Вот. Потому что депрессивное состояние, депрессия, это, в принципе, подавление человеком самого себя. Подавление, подавление, подавление человеком самого себя, подавление человеком своих эмоций, своих чувств, своих желаний и так далее. Вот. Ну, ввиду, 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 ну, определенных аспектов. Вот. Например, ввиду, там, страхов каких-то, например, ввиду, там, комплексов определенного рода, да, и так далее. Вот. То есть, ну, много достаточно. Много достаточно. Много достаточно вариантов. Вот здесь, почему человек может подавлять. Вот. Ну, и считается, считается, что в основе депрессивного состояния лежит, так скажем, совокупность негативных установок. Вот. Так, по крайней мере, считается. Вот. Ну, нет. В принципе, оснований с этим не согласится. На данный момент у вас именно это и проявляется. Вот. И от этого вы страдаете сейчас. Поэтому необходимо вам первонаправо обратиться к врачу. Это первое, что необходимо сделать. Обратиться к врачу. Второе, что необходимо сделать, это признать, что вам нужен психолог. Третье, что вам необходимо сделать, это признать, что у вас с вашим молодым человеком в отношениях. Наблюдается определенный кризис. Вот. А, ну, потому что вы просверились, помирились. В общем, вы говорите вроде как, что помирились не на 100%. Вот. То есть, ну, присутствует вот проблема. До сих пор она, получается, как бы не решилась, да, не решена проблема эта. Вот. То есть, необходимо признать, что у вас кризис. И вместе с молодым человеком также задуматься о парной терапии, если вы хотите, ну, свои отношения сохранить. Вот. Да. Другой вопрос, если не хотите, да. То есть, это уже немножко другая история, если не хотите сохранить. Вот. Но если хотите, то делать это необходимо. Вот. И сразу скажу, что, как бы, ну, я не думаю, что у вас это первая ссора, честно говоря. Да. То есть, я думаю, что, ну, ссоры у вас, скорее всего, были до этого. То есть. Вот. Поэтому, как бы, вот, примирение, ваше примирение самопосыпки, на мой взгляд, не является панацеей. То есть, вы сейчас, ну, вы как помирились, да, вы так, в принципе, и поссорились опять. Проблема, скорее всего, не будет разрешена. Вот. А разрешать ее необходимо. Вот. Вам необходимо, ну, хотя бы для себя, хотя бы потому, что вы, вот, совершенно очевидно, страбаете, страбаете довольно сильно. То есть, на вас это, вот, прям, довольно сильно влияет, получается. Ну, вот. Вот. Вот, как-то так. Сейчас у вас, пока, в данный момент, нет вопроса. Вот. Сейчас, сейчас вы, просто, ну, физиологически, так скажем, описываете, вот, свое состояние. Вот. Только можете мне поверить, что это, опять же, не, ну, не дает какого-то эффекта. Вау. Вот. Вот. И не да. Тут нужно именно работать. На этом все. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго, удачи, обращайтесь за помощью, вам она пригодится.